Так, ну что, мои дорогие девчоночки, мальчишки, опять я в этой ванне своей, в нашей, вернее, ванне. Насколько у нас немножко продвинулось? Сейчас покажу, насколько продвинулось. Значит, смотрите, зашили вот эту стену гипсокартоном, потом зашили эту стену гипсокартоном. Эту стену. Ну вот, в принципе, нам осталось проложить вот такой вот, господи, изовер, изовер, вот это вот, утеплитель вот этот. Вот осталось вот здесь проложить, вот эту вот, вот эту часть. Видите, вон еще где. Все здесь проложится. Значит, там, там уже сделано окно под будущую вытяжку. Видите, я бумажку повесила. Это я проверяю, насколько вытяжка работает. Я вызывала службу, которая проверяет вытяжки. Значит, здесь они мне вытяжку прочистили, но сказали, с крыши нужно еще пробивать, с крыши, с улицы нужно пробивать, это надо вызывать вышку, то есть это другая система работает. Но дома мне здесь вытяжку проверили. Осталось только, осталось только с улицы еще проконтролировать, чтобы они с крыши попробивали, чтобы очень, очень хорошая была вентиляция. Ну, вот здесь вот еще будет все это зашиваться. Здесь, здесь, что значит, вот такая вот труба у нас остается. Тоже приходили слесаря, смотрели, сказали, очень хороший кран. Такой, знаете, сказали, что кран очень хороший сделанный. Это холодная вода. Здесь вот тоже сказали. Ну, в общем, сказали, вот эта труба очень хорошая. По поводу вот этой трубы, это общая труба канализация, так скажем, да. Вот эта вот крышка называется фановая, как они мне сказали. И она уже, видите, вот такая вот, потому что дом немолодой, вот, пенсионного возраста дом. Вот, и поэтому она уже, видите, начинает все уже, вот, отходит, отходит, отходит. Я сделала заявку в ЖЭК, тоже приходил специалист, мастер. Значит, что они могут предложить сейчас? Они сказали, либо вот эту посмотрят, вот такую же. Хотя их достать сейчас, ну, невозможно. Либо они все вот это вот снимают и ставят, вырезают крышку из фанера десятка. И заменяют ее, вот. Она промокать не будет, эта фанерная крышка, вот такая вот, которая как бы фановая. Потому что здесь, с обратной стороны, там резиновые прокладки проходят, там, ну, что-то такое. Вот. Может быть, такую где-то найдут, вот. Но заменить ее надо, потому что она в любой момент потом может прорвать. И, конечно, от соседей сверху-то, и там может от соседей потом, ну, получится неприятная. Можем плавать в какашках, скажем так, да. Поэтому нужно ее заменить. И сейчас мы, именно вот этот кусочек, вот этот цикл у нас стоит. Будем ждать окончательного результата, когда они нам ее сделают. Мы закрывать ничего не будем. А пока, пока мы сами хотим, знаете, видите, какая вот она тут вся черненькая. Я хочу все это пробелить там. Вот это все пробелить ее. Вот. Сделаем, чтобы беленькое все было. Ну, вот такие дела. Делаем медленно, потому что, потому что мы всю неделю на работе. Устаем, хочется прийти и после работы полежать. Да и потом, я говорю, что у нас, кто гонит, что ли, делаем и делаем. Вот. Но все равно, уже такая аховая работа, уже у нас, в принципе, когда это все снималось, когда крутились профиля, уже все, уже вот видите, вот приятно уже вот она. Вот стена, вот уже только, как говорится, шпаклей, штукатурь и все. Да, кстати, вчера съездили в Леруа Мерлен, купили кафельную плитку. Ну, будем, мы же эту будем убирать кабину, а здесь у нас будет ванна стоять вот с этой стороны и будем выкладывать потом плитку. Но плитку мы не будем обкладывать всю ванну, не будем, мы прям будем так, как надо, остальное у нас будет все закрашиваться. Ну, вот такие дела. Вот так вот все это у нас пока есть в таком состоянии. Не торопимся, сами потихоньку помощи не просим у детей, потому что мы хотим справляться сами. Мы в таком состоянии, что мы можем все делать сами. Уж когда нам будет 90 лет, нам ничего уже не надо будет, поэтому пока есть еще у нас желание, есть задор, энергия, интерес, мы все делаем сами. Ванна будет хорошая, вот, красивая. Плиточку купили красивую, потом покажу, она в машине лежит. Вот, поэтому вот так вот. Вот, а это вот у нас потолочная плитка, вот она лежит в упаковке на полу в комнате. Вот такая вот. Вот, немножко осталось еще изогера, но я думаю, что он у нас весь уйдет. Сегодня выровняли трубу вот эту вот на кухне. Мы когда купили квартиру, труба была вообще, вот эта вот труба, она была вообще выгнутая вся. Прямо вот таким вот полумесяцем. Так было неприятно смотреть это все, и уже, как говорится, терпение лопнуло, и мы решили ее просто выправить. Вчера съездили, купили скобы, и вот уже в эти скобы уже вот ее зацепили. А так она была выгнутая. Я вам сейчас покажу, как она была, какая. Я не знаю, как здесь, конечно, это хватало терпения людям. Мои часики с кукушечкой. Кукушечка у меня не кукует. Мы когда их повесили сюда, она куковала. Вот. А потом что-то перестала куковать. Можно отремонтировать, посмотреть. Ну, я не стала. Пусть она уже сидит в домике, пусть не кукует. Часы идут, время показывает правильно. Ну, и ладно, кукушка там сидит. Не кукует. Не хочет куковать, пусть не кукует. Вчера ездили в Леруа Мерлен, покупали, вот плитку покупали, кафельную, и выбирали себе ванну, смотрели, акриловую. Ну, так, присматриваем ванну. Я купила вот такие вот две свечи, два подсвечника, зеленое яблоко. Я уже беру не первый раз, у меня есть подсвечник, он у меня, так сказать, рабочий. Вот такой запах приятный, запах прям яблока. Я вчера купила еще два подсвечника, я взяла на Новый год. Вот, сейчас открывать их не буду, а на Новый год, конечно, я открою эти подсвечники и зажгу, и они у меня будут, они у меня будут уже гореть. И там же взяла, знаете, смотрю, продаются, я очень люблю, знаете, вот эти вот, хоть и говорят, что искусственные цветы, это, знаете, для мертвых, на кладбище, совершенно нет. И я вчера купила веточку лаванды. Я как увидела, вы знаете, я просто ее увидела, я ее просто увидела в инсталляции, такие, в инсталляции увидела красивые, такие, знаете, стеклянные вазочки, утонченные, такие тоненькие, и в каждой вазочке стояла веточка лаванды. Прямо инсталляция сделана в виде жилого помещения, комнаты, и вот на полочке, там на столике стояли вот такие вазочки с лавандой. Ну, мило смотрится. Я купила веточку лаванды в Леруа Мерлин. Вазочка у меня из Икеи, и вот вчера купила веточку лаванды. Очень даже мило смотрится. Вот видите, как красиво. Тут у меня цветет моя орхидея, живая, хочу сказать. Вот такие крупные цветы. Уже доцветает, скоро цветы опадут, и она будет у меня отдыхать. Ну вот смотрите, видите, у меня вот такие вот три полки, и на полочке у меня стоят вот такие вот искусственные цветочки. Вот видите, как красиво. Вот такой вот у меня стоит. Как же он называется? Не фикус, как-то по-другому, но это искусственное растение. Вот, и вот такая вот у меня. Вот такая вот тоже красивая. И никакие это не кладбищенские, тоже искусственный цветок. Вот, очень даже мило, очень даже красиво. Ничего здесь кладбищенского нет, я не вижу. Вот такие вот у меня три полочки. Ну вот, например, тюльпан, я хочу сказать, да. Вот такая вот у меня коробочка из-под вкусного вина. Это моя, знаете, хорошая подружка моя. Я лучшая, она живет в Германии. Если она будет смотреть это видео, я хочу передать привет ей огромные. Она мне один раз прислала огромную посылку. Столько она мне прислала милых подарков в этой посылке. Посылка была огромная. Вот, я до сих пор храню. И новогодние игрушки храню. У меня стоят здесь тюльпаны. Вот я их увидела в магазине. А увидела их, знаете, в каком магазине? Мы как-то заехали в магазин Зельгроз в Москве. Мы походили там, посмотрели кое-что из товаров, прикупили себе. И я увидела, прямо, знаете, я увидела огромная-огромная стоит корзина. И там в этой корзине лежат тюльпаны. Их не так было много. Люди подходили, брали. Тюльпаны, я хочу сказать, знаете, как живые, как живые. Да, они искусственные. И они не дешевые тюльпаны. Очень не дешевые. Они прямо приличная цена у них. Я купила эти тюльпаны от того, что мне просто нравятся тюльпаны. И я знала, куда я их поставлю. Я их поставлю вот в такую красивую, красивую вазочку. Миленькая вазочка такая, видите. Я купила эти тюльпаны. Мне очень нравятся эти тюльпаны. И еще раз хочу сказать, что это просто некультурное мнение тех людей, которые говорят, что искусственные цветы это только для мертвых. Совершенно это обманчивое мнение. Зайдите в любые мебельные магазины, где есть инсталляции квартир, офисов, где есть мебельные отделы. Везде есть украшения в вазах, напольных, там для полочек. Везде есть цветы. Везде искусственные цветы для дома. Но никак не для кладбища. Поэтому это просто некультурное мнение, я хочу сказать. Поэтому мне тюльпаны нравятся. Я бы, конечно, знаете, если бы я где-то увидела, есть такие тюльпаны, но они, не знаю, наверное, где-то за границей продаются. Я видела прямо, знаете, тоже они как живые, но у них с имитацией воды. То есть такая прозрачная стеклянная вазочка. И в ней такая жидкость, такая, знаете, невылевашка. Прямо болтает. Ну, как вода налита, прям видно. И в ней стоят несколько тюльпанов. Вот такое ощущение, что просто вам принесли букет цветов, вы их поставили в вазу, они у вас стоят. Конечно, если бы я где-то увидела, то я обязательно бы купила. А так я вот радуюсь таким цветом. Мне нравится, нисколько это не кладбищенская. Мне скоро пришлют мышку с Германии. И я очень жду и надеюсь, что я лучше пришлют мне мою мышку. Я вам сейчас покажу ее. Ну, а так у меня пока вот такая вот крыса. Она у меня уже живет очень давно. Вот уже тут я и зашивала ей бочок. Хорошая крыска, Лариска. Я же сама по гороскопу крыса. Вот так вот сейчас мы ей поправим все. Вот у меня здесь усы и два зуба есть. Вот крыска вот у нас живет. Ой, у нее вот такой вот хвостик. Толстенькая, хорошенькая. И скоро мне пришлют мышку. Я надеюсь, какая вот крыска. Ну, вот такие дела. Такие дела. Потихоньку копаемся, делаем ремонт. Толстенькая, хорошенькая. Толстенькая, хорошенькая. Пока. Пока. Пока.